Приветствую вас, члены. Ну, вы знаете, я думаю, что проблематика ваша заключается глобально в нескольких вещах. Первое. Вам при достаточно мощной нуждаемости в отношениях по какой-то причине, да, вот по, ну, по ряду причин, вам почему-то необходимо встречаться с человеком и знакомиться с ним в интернет. То есть при том, что вы вроде бы хотите серьезных отношений, при том, что вроде бы вам интересны именно серьезные отношения, вот, но при этом вы делаете упор именно на онлайн-знакомство, на сайт-ознакомство. Вот, это первое. Второе. Вы почему-то сомневаетесь. То есть вы говорите о том, что вот я не вижу смысла что-то с ним продолжать, мне нужны от него реальные действия, мне сложно ему доверять. Вы знаете, вот это, ну, выглядит так, что, собственно, на самого человека вы не нацелены, на самого человека вы не направлены. Выглядит это так, что вам мужчина нужен был для чего-то своего, опять же, для построения отношений, например, это, ну, само по себе, наверное, неплохо, то, что вам нужно, ну, вот, то, что вы нуждаетесь вот в таком, да, потому что это ваше желание и здесь нужно, здесь нужно смотреть вот в сторону именно того, как конкретно реализовываются ваши желания и, как бы, что именно вы чувствуете к мужчине. У меня ощущение, что вы боитесь упустить шанс выстроить отношения и через отношения что-то для себя получить. Вот для меня как это выглядит, вот эта ситуация, как для меня выглядит. Я, честно говоря, думаю, что при таком подходе, мягко говоря, вы выбрали, ну, не совсем, наверное, подходящий способ для выстраивания, подходящего партнера и подходящий способ для выстраивания отношений, потому что, ну, все-таки интернет это не то место, да, давайте. Давайте честно признаемся в этом, что интернет это не то место, где можно, ну, вот, как бы серьезного, да, партнера, обычно, по отношениям встретить, вот. А вы, в принципе, как мне кажется, именно это и делаете. Вот, поэтому, я, собственно, могу вам сказать только вот это, да, я могу вам, ну, обратить ваше внимание на это, вот. И, соответственно, правильного поступка здесь нет, вы поступили так, как, в принципе, вам хотелось, вы сделали так, как вам хотелось, так как вы считали нужным, я так полагаю, да. Вот, ну, я надеюсь, я надеюсь, что вы, что вы поступили так, как вам хотелось. Вот, и все, как бы, то, что у этого есть определенная цена, да, то, что вот у этого есть определенная цена, то, что у этого есть определенная, да, ну, скажем так, определенные риски, да, какие-то, то, да, к сожалению, риски, безусловно, да, риски безусловно есть, это правда. А вот, ну, то есть, риски, например, например, риски в том смысле, что вот вы чекотахнули, вот. А мне кажется, что сейчас есть конфликт определенный, вот, что сейчас есть конфликт, вот. Вот, а я бы, я бы в эту сторону, если сейчас смотрел бы, я бы в сторону смотрел именно в сторону конфликта, да, в сторону того, что с чем вас конфликтует, вот. Вот, и преследовал бы этот момент, вот, потому что, ну, логично, что пока у вас есть определенный внутренний конфликт, вы не сможете выступать адекватным образом, ну, в отношениях, у вас не получится это сделать, потому что вы не будете собой, вы не будете естественными, вы не будете спонтанными, да, и так далее. Вот, и это, в общем-то, ну, в любом случае это будет, это будет проблемой. Вот, поэтому, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос. Вот, то есть, опять же, вот, то, что вы спрашиваете, да, вы спрашиваете, как правильно, вот. Понимаете, правильно, ну, такого, вот, вообще, понятия, как правильно, нет, да. Каза решает здесь, в принципе, сам, я думаю, что вам нужно точно решить самостоятельно, вот, как поступить. Ну, а, что касается правды, то, опять же, вы, как будто, вы на нас прикладываете ответственность за принятие ваших решений, что, мне кажется, не совсем корректно, потому что, ну, ваше решение, вам, в принципе, эти решения принимать, да, я не думаю, что, надо, не знаю, воспринимать такого рода решения. Вот, эм, ну, я могу сказать следующее, что, когда человек, эээ, пытается узнать правду у кого-то, вот, эээ, то, как прав, эээ, то обычно, обычно, это означает, что человек не верит в себя. Вот, что там сейчас. Это означает, что человек, человек себе не доверяет. Вот, и, соответственно, я из этого могу сделать вывод, что вы себе не доверяете, я из этого могу сделать, что вам нужна правда, ну, ну, собственно, эээ, то, что вы себе не доверяете, это очевидно, То же самое, что вы говорите, что не можете доверять больше мужчине, да, вы говорите об этом, прям прямыми текстами, вот, и, как бы, тут, в принципе, всё, ну, понятно, как бы. Но, тем не менее, вы-то, вы-то это, грубо говоря, вы-то это позиционируете как некую данность. Вот, что, ну, что я, я вот не могу ему доверять, потому что, там, грубо говоря, он меня, там, ну, предал и так далее. Вот, а для нас, как для, допустим, психологов, это, ну, данность, это не является, для нас, как для психологов, это является следствием того, что вы не доверяете себе. Вот, поэтому этот момент очень важно зафиксировать, зафиксировать и, значит, ну, как бы, правильно экстраполировать на ситуацию, в которой вы сейчас оказались. Вот, такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы сделаете для себя выводы, надеюсь, что выводы будут вам сделаны, надеюсь, что оба вам приседло размышлений, вот. Вот, а, мне бы хотелось, чтобы ваши действия, чтобы ваши действия соответствовали вашим целям. Вот, пока что, на данный момент, ваши действия целям не соответствуют. Я могу понять, что вы, например, хотите, хотите семью, допустим, хотите соревновать наши, допустим, да, то есть, ну, на момент дальше глуши вам, да, вот. А, ну, вы, партнеры выбираете себе мягко говоря, неподходящие для этого. И то, как вы с ним себя ведете, это тоже никак не говорит о том, что это вот именно настроенные, серьезные отношения, например. Вот. Такие вот дела. То, что вы быстро удалили с ним, ну, вот, переписку, да, то, что вы быстро перестали с ним общаться, это вот как-то, на мой взгляд, тоже такая, я бы сказал, ну, достаточно на этом... Достаточно показательная, что ли, история, что вы, ну, на мой взгляд, довольно быстро от него отказались. То есть, вы, ну, удалили его, если вам было больно. Вот. И мне кажется, что, что достаточно важно понять вот этот момент тоже, с чего вам больно. То есть, вот, разобраться с природой этой боли, да, и как-то лично-лично вырасти. Потому что, может быть, может быть, человек вам еще напишет, и, ну, хочется, чтобы вы вели себя, наверное, как-то более осознанно, да, не такими вот вспышками, когда, значит, ну, делаю одно, значит, там, думаю другое, там, поступаю как-то еще. Вот. То есть, ну, хотелось бы для вас, ну, легко говоря, несколько лучшего будущего, да, как-то для вас лучше, так сказать, то ли, чем вот, да, что вы имеете сейчас. Я уверен, что вы достойны большего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok